Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой Николай Слепцов и у микрофона ведущей Саргалана Антонова. Буквально на днях 2 мая завершается ежегодная декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. Каким образом рассчитать размер налоговых отчислений? Распространяются ли они на получение налоговых вычетов? На эти и другие вопросы мы попросим сегодня ответить наших собеседников. Итак, гости нашей студии сегодня это начальник отдела оказания государственных услуг номер один, управление Федеральной налоговой службы по республике Саха-Якутия Саргалана Гавриловна Винокурова. Добрый день! Добрый день! И заместитель начальника этого же отдела Николай Аркадьевич Чудров. Здравствуйте! Добрый день! Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НБК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-0066, 32-11-66. Ну что же, давайте напомним, когда же вообще все-таки у нас стартовала декларационная кампания. Получается, в 2023 году она за 2022 год, за прошлый год. И в какие сроки нам необходимо уложиться? Ну, ежегодно у нас стартуется декларационная кампания по полученным доходам за 2022 год. В этом году, получается. То есть все физические лица, которые продали недвижимость, допустим, земельные участки, транспортные средства, и получили доходы, и в иных случаях они должны отчитаться. Установленный срок, установлен у нас до 30 апреля текущего года, но с учетом выходных он у нас в этом году принесен на 2 мая 2023 года. Хорошо. Давайте напомним, кто должен предославить декларации в этом году? Какие категории населения? Должны отчитаться следующие категории граждан. Это те, кто реализовали недвижимость, земельные участки, может быть, квартиры, комнаты, которые находились у них в собственности меньше 3 лет, также те, которые получили доход от продажи транспортных средств, тоже находившиеся в собственности менее 3 лет, также те, которые получили доход от сдачи имущества в аренду, физические лица тоже должны отчитаться. Кроме этого, те, которые получили доходы от источников за рубежом, получили выигрыши от лотерей, также должны отчитаться, и те, которые получили в дар недвижимое имущество, транспорт, земельные участки, ПАИ тоже должны отчитаться. Ну и кроме того, должны отчитаться индивидуальные предприниматели на общей системе налогоблажения, адвокаты, учредившие какие-то адвокатские конторы и нотариусы также. Хорошо. А что нам светит за нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ? Например, мы не сделали это вовремя. За нарушение срока представления декларации, то есть если не отчитается до 2 мая, будут предусмотрены какие-то санкции, ну, получается штраф, да? То есть это штраф в размере неуплаченной 5% неуплаченной суммы налога, но не более 30%. И кроме того, если не уплатят установленный срок, срок установлен у нас до 17 июля текущего года по доходам за 22 год, то есть если не уплатят вовремя до 17 июля, то, соответственно, будет еще штраф в размере 20%. Хорошо. Давайте рассмотрим определенные примеры, да, и именно на этих примерах уже сможем объяснить нашим телезрителям и радиослушателям, да? Вот, например, если на детей прописаны доли с родителями, то как здесь нужно будет отчитываться? Ну, на детей тоже, может быть, получается, да, доли в квартире, соответственно, если они продали долю детей, то, соответственно, действует такая же норма, что если было собственности меньше 3 лет, то они тоже должны отчитаться по детям. То есть за детей отчитываются их законные представители, то есть это родители, получается, за детей должны отчитаться, если срок владения составляет меньше 3 лет. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы говорим о декларационной кампании за 2022 год. Если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то, пожалуйста, звоните нам по телефону 320066 321166. Мы продолжаем свои вопросы. Если, например, человек сдает в аренду квартиру или дом, то вот как ему в этом случае нужно отчитаться о доходах? Вообще, какие есть варианты? Ну, при получении дохода от сдачи имущества в аренду гражданин должен тоже отчитаться, то есть он должен также заполнить декларацию наш 3НДФЛ по полученному доходу, да. То есть с полученного дохода он должен 13% веществ и заполнить декларацию. Но кроме того, что он может сдать 3НДФЛ, он также может быть по сдаче имущества в аренду, независимо жилое, нежилое помещение он сдает, он может быть самозанятым, да. То есть он может стать самозанятым и исчислять 4%, если он, например, сдает имущество физическим лицам. Если организациям или предпринимателям, это уже получается 6%. То есть намного выгоднее, если дает в аренду быть самозанятым, например, по сдаче имущества в аренду. Хорошо. Разъясните, пожалуйста, вот вообще как человек должен оплачивать налог по вкладам? Мы слышали, что нововведения были сделаны. Значит, по вкладам какая ситуация? То есть по полученным процентам по вкладам за 2021 год, 2022 годы у нас было освобождение. То есть граждане не должны были исчислять, да, и уплачивать НДФЛ. А вот по доходам, по процентам по вкладам, полученным за 2023 год, уже будет исчисляться НДФЛ. Но НДФЛ будет облагаться не сам вклад, а именно проценты по вкладам. То есть, например, если человек положил вклад на миллион на 8% годовых, соответственно, 1% — это 80 тысяч. И необлагаемая сумма, она равна как бы от, зависит от процентной ставки. То есть 1% от ключевой ставки рефинансированной. Если 7,5, то это 75 тысяч не облагается у него. То есть в нашем случае, то есть за 80 тысяч мы отнимаем 75, и получается с 5 тысяч у него будет облагаться 13%. То есть люди, многие путаются, думают, что весь вклад облагается НДФЛ. Но тут именно процент по вкладам будет облагаться. А пенсионеры тоже должны оплачивать налог по вкладам? Ну да, независимо от того, кто получил вклад. То есть нет такой категории, которая освобождается именно по вкладам. Хорошо. Следующий вопрос. Каковы нюансы при продаже земельных участков, которые были поделены? Да. В таком случае у вас получается новый кадастровый номер и новая дата регистрации. Если этот срок у вас менее трех лет, то вам нужно будет также отчитаться, да, о полученных доходах с продажи земельного участка. Так, как сказали коллеги, до 30 апреля. Но 30 апреля у нас суббота, и он автоматически переносится на 2 мая. И проще всего это сделать, подать декларацию о доходах через личный кабинет налогоплательщика. Хорошо. А какие вычеты и освобождения от уплаты НДФЛ предусмотрены кодексом? Ну, при продаже недвижимого имущества земельных участков, транспорт, у нас предусмотрены тоже налоговые вычеты, да, то есть при реализации, значит, может, по недвижимости это не облагается 1 миллион. По иному, по иному, что это, в частности, вот по транспортным средствам у нас не облагается в размере 250 тысяч. Ну, также хотела бы обратить внимание, что если даже реализованная сумма меньше 1 миллиона, да, по недвижимости, то, соответственно, декларация не предоставляется. И по реализации транспортного средства тоже в сумме до 250 декларации тоже не предоставляется. А как считается НДФЛ при продаже квартиры, например, полученной в наследство? Ну, при наследовании действует такой же порядок, то есть получается от суммы реализации человек от полученного дохода, что тоже облагает по ставке 13%, при этом он может это уменьшить на сумму, то есть на 1 миллион, либо на сумму подтвержденных расходов. То есть те расходы, которые понес даритель, получается, то если он не воспользовался имущественным вычетом ранее, то в сумме подтвержденных расходов он может уменьшить эту сумму при реализации именно. Это вот указано в договоре, сумма указана в договоре. Эта сумма 13% он должен оплатить, ну, за минус сумма 1 миллиона. А есть ли самый быстрый, скажем, легкий способ для наших телезрителей, радиослушателей заполнить декларацию ТРИФ НДФЛ? Ну, самый удобный способ, это, конечно, через наш интернет-сервис, личный кабинетного платежика для официального лица, то есть он позволяет поэтапно заполнить в автоматизированном порядке эту декларацию. То есть там, получается, все данные подтягиваются по объектам, либо по транспортному средству, по земельному участку. Единственное, нужно будет забить данные в части, от кого они получили доход, и поставить в неоплагаемую которую сумму. Либо это миллион при реализации недвижимости, либо в сумме подтвержденных расходов, да. Либо если транспорт продали, то в сумме тоже подтвержденных расходов, либо 250 тысяч. И подписать его электронно-цифровой подписью, которую они также получают в личном кабинете, и отправить декларацию. Несмотря на то, нужно посчитать, как будет выгоднее, либо использовать вычеты, всего лишь 250 тысяч, да, при продаже транспорта. Либо если сумма покупки у вас тоже больше, то лучше использовать сумму покупки. Ну, по сумму покупки. И там посчитать, какая разница у вас будет. Где меньше вы оплачиваете налогов. Хорошо. Давайте все-таки объясним нашим телезрителям, радиослушателям. Часто такое бывает, что люди не знают, как получить доступ к личному кабинету, забывают пароли и так далее. Ну, получить доступ можно несколькими способами. То есть, первое, это получают логин, пароль, то есть регистрационную карту непосредственно в налоговом органе. Его можно получить в любом налоговом органе, зависимо от места жительства и постановки на учет, да. То есть, налоговый орган дает регистрационную карту, где прописан логин. Логин – это ваш ИНН и пароль. То есть, при первом входе программа потребует у вас поменять пароль на более удобный для вас. То есть, при первом входе необходимо будет поменять пароль. Также можно зайти в наш личный кабинет с помощью пароля от портала Государственных услуг. При этом этот пароль должен был подтвержден непосредственно в МФЦ, либо можно подтвердить на сегодняшний день это онлайн-банках, получается, приложениях банков. Это Сбербанк, например, ВТБ, Тиньков, Почтобанк. Там тоже можно очень удобно быстро подтвердить эту учетную запись с портала Госуслуг. Хорошо. Сейчас мы попросим нашего режиссера включить видеоролик и просмотреть информацию о декларационной кампании. Так, мы напомним нашим телезрителям и радиослушателям, что сегодня мы говорим о декларационной кампании за 2022 год, о том, какие есть нюансы, о том, какие есть способы уплаты налогов и посмотрим наше видео. Пожалуйста. Налоговая служба напоминает о ежегодной декларационной кампании. Вам нужно подать налоговую декларацию за прошлый год, если вы продали ценные бумаги или имущество, которым владели менее установленного минимального срока, сдавали квартиру или имущество в аренду, получили ценный подарок не от близких родственников, получили доход от зарубежных источников или деньги, с которых не уплачен налог. Подать декларацию нужно до 30 апреля, а оплатить налоги по ней до 15 июля. Если вы подаете декларацию только чтобы получить налоговые вычеты, вы можете это сделать до конца года. Заполнить и сформировать налоговую декларацию можно с помощью специальной программы, которую можно скачать на сайте налог.ру. Вы также можете заполнить и подать налоговую декларацию в вашем личном кабинете налогоплательщика. Если вы не имеете доступа к своему кабинету, обязательно получите. Это очень удобно. Подать налоговую декларацию просто, но если есть вопросы, спрашивайте. Приходите, мы вам поможем. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор. Сколько вообще человек у нас обязаны продекларировать свои доходы? Есть у нас такие цифры? На текущую дату направлено уведомление о необходимости декларирования полученных доходов более 18 тысяч. Из них отчитались на сегодняшний день более 15%. Мы ожидаем представление декларации и установлен срок до 2 мая от остальных категорий, которые должны представить декларацию. Еще довольно много человек не отчитались. Из 18 тысяч у нас где-то 11 тысяч, то есть более 60% ушли уведомления в личный кабинет, поэтому призываю тех граждан, которые реализовали недвижимость, транспорт, средства, земельные участки, получили доходы в 2022 году, посмотреть свои личные кабинеты и отчитаться своевременно. И остальная часть, это получается около 8 тысяч у нас ушло через отделение почты, то есть они получат эти уведомления на бумаге. То есть призываю не ждать, пока как бы наступит уже срок, то есть пораньше, чем пораньше, тем лучше получается, чтобы не было штрафных санкций. А как быть, например, людям, которые не получили по почте налоговых уведомлений? Бывает так, что не донесли, где-то утеряли, к сожалению. Ну, как бы люди же знают, когда они реализовали свои, получается, получили доходы. В этом случае мы им предлагаем как подойти в налоговый орган наш по месту жительства, либо мы вот на следующей неделе для таких категорий, которые обязаны продекларировать, для них, значит, хотим сделать день открытых дверей именно по декларированию доходов. То есть это, получается, 27 апреля, то есть с 9 до 8 можно будет подойти в налоговый орган, получить, значит, помощь при заполнении декларации и, соответственно, сдать декларацию. Хорошо. А есть ли льготы, например, для семей, которых мы считаем многодетными, спрашивают? Да. С прошлого года у нас-то есть такое освобождение. Если семья продала, если у семьи 2 или более детей, да, и срок владения менее 3 лет, то они освобождаются от уплаты налога и подачи налоговой декларации, да. Если они за этот момент, в прошлом году или до 2 мая этого года, успели купить новое жилье, и если у них, так сказать, придержаны 5 условий, это детям не должно быть больше 18 лет, либо у них должны быть дети-студенты со справкой об очном обучении, квартира, которую они продали по кадастровой стоимости не более 50 миллионов рублей. Ну, у них, у нас, наверное, таких нету. Ну, так, ой, квартира, которую они купили, новую, да, больше по кадастровой стоимости, либо больше по площади. Четвёртое условие, у них не должно быть в совокупности более 50% ещё иного имущества. Так, и пятое условие у нас. Значит, то, что касается возраста детей, то, что площадь нового приобретённого имущества должна быть по площади больше, либо по кадастровой стоимости больше, да? Да. Хорошо, тогда всё сказали, да? Да, при соблюдении этих условий вы освобождаетесь от налогообложения. И вот ещё спрашивают, как стать плательщиком налога для самозанятых? Да, это очень просто, по идее, да, вы скачиваете мобильное приложение «Мой налог», вам не надо, да, приходить в налоговый орган, писать заявление, стоять в очереди, просто с мобильного телефона устанавливаете приложение «Мой налог», это либо на андроиде, либо с App Store, и с помощью паспорта можно будет зарегистрироваться в качестве самозанятого. Если вы попробовали, не получилось, можете сразу с телефона также сняться с учёта. Ну и также через банки партнёров наши, Сбербанк, можно также установить себя, ну, сделать себя самозанятым. Хорошо. Но всё-таки, если, например, у людей остались вопросы по декларированию, то где дополнительно можно получить консультации, либо почерпнуть дополнительную информацию для себя? Ну, на нашем официальном сайте www.nalogov.ru имеется промо-страница декларационной кампании 2023, да, где имеется вся информация о декларационной кампании, какие категории должны сдать, отчитаться по полученным доходам, каким образом, какие сроки. Ну, помимо этого, у нас есть телефон единого контакт-центра, 8 800 72, тоже можно позвонить и, значит, проконсультироваться по вопросам, которые их интересуют. И хотелось бы добавить, да, по России в целом, да, по налоговому кодексу минимальный срок владения 5 лет. У нас в Якутии это 3 года. То есть у нас срок даже меньше получается. Я думаю, что это всё равно влечёт определённые удобства, например, для наших налогоплательщиков. И давайте ещё раз напомним о том, что у вас будут проходить Дни открытых дверей. Мы сказали, что 27 апреля, да. Мы планируем провести Дни открытых дверей именно по декларированию доходов, где сотрудники налогового органа вам предоставят помощь, то есть поможут заполнить декларацию в личном кабинете непосредственно. И это данное мероприятие состоится 27 апреля во всех налоговых органах по республике, и время с 9 до 8 часов. То есть действительно очень удобно, потому что это ещё и выходной день для некоторых наших телезрителей, радиослушателей. И в этот день действительно можно будет найти время для того, чтобы прийти, подчеркнуть для себя дополнительную информацию, задать вопросы определённые. Ещё спрашивают, мы знаем, что есть определённые виды вычетов, и тоже хотели бы узнать дополнительно, как, например, получить профессиональный вычет, где это можно узнать? Ну, у нас происходит несколько вычетов. То есть это социальный вычет, да, имеется, то есть это на лечение, обучение. То есть также есть с этого года социальный вычет на фитнес, то есть если человек где-то занимается в фитнес-клубах, в каких-то спортивных, то он может тоже с этих расходов понесён 13% возместить. Кроме этого, имеется, получается, у нас стандартный вычет. Об этом мы договоримся в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Программа «Игутск. Сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о сроках декларационной кампании за 2022 год, о том, каким образом можно рассчитать размер налоговых отчислений. И гости нашей студии – это начальник отдела Казани государственных услуг номер один Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха и Якутия Сергея Анагавриевна Винокурова и заместитель начальника этого же отдела Николай Аркадьевич Фёдоров. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 32 00 66, 32 11 66. Сергея Анагавриевна, мы говорили о вычетах в предыдущей части. Давайте продолжим эту тему. Значит, имеется несколько видов вычетов. Это стандартный, то есть на ребёнка получается. Далее у нас идёт социальный вычет. То есть социальный вычет – это может быть по расходам на обучение, то есть своё обучение, либо обучение детей. Также на лечение. Также имеется вычет на фитнес в социальном вычете, инвестиционный вычет, профессиональный вычет и самый большой блок – это, конечно, имущественный вычет. То есть данные вычеты тоже можно заявить через наш интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Очень удобно через них заявлять и прикладывать все подтверждающие документы в электронном виде. Также у нас с 1 мая 2021 года реализована возможность получения вычета в упрощённом порядке. Данный порядок у нас действует для инвестиционного и имущественного вычета. То есть данный вычет можно получить в проактивном формате без заполнения декларации. Оно реализовано в нашем личном кабинете. То есть условие в том, что поступают данные от наших, получается, банков. То есть если все операции проходят через банки, то сделка купли-продажи состоялась именно через банк. Соответственно, на сегодняшний день это у нас партнеры наши, это Сбербанк, либо ВТБ, то, соответственно, от них поступает информация и в личном кабинете появляется предзаполненное заявление. То есть гражданин видит, что к нему поступило вот это заявление, значит, дает свое согласие на акцептование и заполняет реквизиты, куда вернуть данную сумму денежных средств. Соответственно, нет необходимости заполнять декларацию и подтверждать документом все, как бы есть в предзаполненном заявлении. Это очень удобно. Это очень удобно, да. И сокращаются сроки, насколько я знаю. И по упрощенному вычету у нас сокращены сроки. Если по налоговому кодексу у нас установлено 3 месяца, то по упрощенному порядку где-то 1 месяц на покамеральную проверку на возврат и где-то 2 недели именно на возврат на расчетный счет. То есть получается в итоге через 1,5 месяца можно получить по упрощенному порядку. И это очень выгодно. Это очень удобно. И очень удобно, да. Ну что же, во второй части нашей передачи мы еще поговорим о нововведении этого года. Это единый налоговый счет. С 1 января в России начал действовать новый механизм расчетов с государством. Это виртуальный кошелек налогоплательщика, где учитывается начисление и поступление налогов и взносов. Вот кого касаются данные правила, как открывается такой счет и вообще каким образом проверить это состояние далее в нашей программе. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое единый налоговый счет. Вообще, в чем была необходимость введения такого понятия? Да. Федеральным законом от 14 июля 2022 года, приказом номер 263 ФЗ, установлено понятие как единый налоговый счет. С 2023 года у нас уплата производится организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на так называемый единый налоговый счет. То есть оно у вас получается не разделено по другим кабинетам, а все находится в одном счете, и он открыт каждому налогоплательщику автоматически. Вам не надо никуда ходить, писать заявление, вставать на учет. Это все сделано с 1 января 2023 года уже в режиме автомата. И так как налоговый счет у вас один, появилось понятие единый налоговый платеж. То есть налоги вы обязаны, ну, должны оплачивать с одной суммой. То есть, если раньше мы получали несколько квитанций, например, налог на транспорт, на землю, на квартиру, то теперь у нас будут единые квитанции. Да, это называется единый налоговый платеж. Вы указываете, если вы оплачиваете через личный кабинет, либо через программу, в которой вы направляете декларации, только сумму и индивидуальность. Тогда он уже попадет на единый налоговый счет. Этот новый порядок, получается, касается не только индивидуальных предпринимателей, предприятий, но и индивидуальные, например, просто физические лица. То есть у каждого из нас есть уже с этого года свой единый налоговый счет. Физические лица вообще перешли раньше на единый этот налоговый платеж. То есть у нас по налогу на имущество, транспорт, налоговый, земельный налоговый, у нас установлен уже единый срок. И, соответственно, на единый налоговый платеж мы уже давно перешли. Именно по физическим лицам, а предприниматели организации перешли на единый налоговый платеж с этого года. — Тогда каким образом и вообще где мы будем узнавать состояние нашего счета? Вот если раньше действительно мы квитанции получали на руки, приходили кому-то по почте, кому-то в личный кабинет, то где теперь мы будем узнавать всю информацию? — Ну, все так же, да. Но просто у нас интерфейсы личного кабинета индивидуального предпринимателя и личного кабинета юридических лиц, они немножко поменялись. И там есть у нас понятие единый налоговый счет. Предпринимателям, да, можно посмотреть ваши предстоящие платежи. И у нас поменялись виды справок, которые можно у нас получить. Раньше у нас были акты сферы, справки о состоянии расчетов. И с 1 января они у нас не актуальны. Есть у нас справка о принадлежности сумм, и справка о наличии положительного либо отрицательного сальда. Также у нас есть справка об исполнении. Ну, там указывается, что вы обязаны, есть задолженность или отсутствует задолженность. И повторюсь, проще всего у нас смотреть это в личных кабинетах наших налогопотельщиков. То есть, если у кого-то нет личного кабинета, на самом деле очень удобно будет все-таки его завести, чем ждать получения кайтанций. Да, для входа в личный кабинет юридического лица вам потребуется электронная подпись, которую мы выдаем бесплатно по всей России. Это у нас по восьми крупным городам можно получить. Алдан, Нергер, Мирный, Ленск, Хандыга. Вам нужно будет просто иметь либо руководителю, либо самому индивидуальному предпринимателю паспорт, СНИЛС. И вот Е-Токен, флешка для электронных подписей. Тогда мы вам выдадим ее бесплатно. Тогда резонный вопрос будет, да, каковы новые сроки уплаты и куда теперь нужно будет платить налоги? Да, у нас изменили сроки уплаты. Срок подачи деклараций и уведомлений у нас теперь один. Раньше сроки подачи деклараций были разные. По РСВ, например, 31 число, по 6 НТФЛ 30. Сейчас у нас один единый срок, это 25 число. Это вот интересно, наверное, да, для бухгалтеров будет. Единый срок подачи и деклараций, и расчетов. И единый срок уплаты налога. Это у нас попадает на 28 число. То есть вам нужно запомнить только два срока. 25 число, это срок подачи, и 28 срок уплаты. Хорошо, а где узнать реквизиты, по которым нужно будет оплачивать? Сейчас мы выплачиваем только по единым тоже реквизитам. Это казначейство по Тульской области. Не надо бояться, да, почему мы именно туда оплачиваем. Да, почему наши деньги уходят в Тулу. Да, квартира у меня здесь, почему я плачу в Тулу. Проходил в Тульской области, проходил, как сказать, ой. То есть Тула выбрана как, получается, центр поступления всех платежей от всех регионов. И, получается, они поступают в управление федерального казахистского по Тульской области. Потом далее оттуда уже идет расщепление именно по нашим, например, на нашу республику. Соответственно, единый налоговый платеж, далее оно расщепляется на единый налоговый счет. То есть по нашим налогам. То есть та сумма, которая должна была уйти, например, на ДС, на прибыль, на УСН, она идет именно с единого налогового счета при наступлении срока уплаты, например. Хорошо. Вот и проект проходил там. Где можно самому подробнее, например, изучить материалы по ОСН. Действительно новое понятие, не каждый пока ориентируется. Специально для этого у нас на официальном сайте ФНС России налог.gov.ru придумана промо-страница, она называется «Все ОНС». Там есть примеры заполнения налоговых уведомлений, когда вы должны подавать, да, сроки. Также есть там вопросы-ответы, потому что вопросы возникают у всех. И вопросы, которые у вас, могут быть заданы и другими регионами, да, поэтому действует она по всей России. Может, вопрос у вас уже там есть. И ответ, соответственно. Все ОНС, наша промо-страница. Какие новые сложности встретили налогоплательщики в связи с введением единого налогового счета? Я думаю, что сложности эти есть, поскольку вы говорите, вопросы уже поступают. Да. И вот самая большая сложность у нас была, в таком понимании, уведомление о начисленных суммах налога. То есть до сдачи налоговой декларации, декларации у нас обычно сдаются раз в квартал. И как раз у нас сейчас проходит вот срок по первому кварталу, да. За январь, за февраль-март платильщики и работодатели должны были подавать уведомления о начисленных суммах налога. То есть о том, что выдали налогоработникам зарплату, например, за февраль, и они сдают уведомления. То есть по 25 число должны были сдать уведомления. И по сроку 28 число заплатить эти налоги. Самое сложное было, когда они указывали доходы за март, по страховым взносам надо было за март заплатить, ой, подать налоговую декларацию РСВ, а за март подать налоговое просто уведомление по 25 число. Вот здесь происходила небольшая путаница, да? Да. Люди не понимали, подавать им уведомления, либо подавать уже расчеты. По НДФЛ нужно ежемесячно подавать эти уведомления. По расчетам только, ну вот уведомления январь-февраль, март, да, а за апрель вы сдаете уже сами расчеты. Хорошо. Как вообще вашим управлением проводится информационная работа по единому налоговому счету? У нас проводятся вебинары, да, не менее трех раз в неделю. Вторник, среда, четверг, обычно с трех часов мы проводим вебинары по различным темам. Также, да, как заполнить, как сдать отчетность за первый квартал. Начинали мы с того, что такое вообще ИНС, что такое уведомления, какие ошибки у нас в основном допускаются по заполнению уведомлений. С этим графиком вебинаров можете ознакомиться на нашем сайте. Графики публичного информирования. Мы уже выложили график публичного информирования за второй квартал. Можете там зайти, туда зайти и ознакомиться. Первый, следующий вебинар у нас будет во вторник. То есть для того, чтобы получить дополнительную информацию, достаточно будет присоединиться и узнать для себя новое. Да, послушать инспектора, специалисты вам подробно расскажут на заданную тему. Хорошо. Ну вот у нас поступили вопросы, все-таки по вычетам, да, спрашивают. Очень заинтересовал такой вид вычета, как инвестиционный. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Ну, инвестиционный вычет именно по вкладам получается. То есть возвращается именно по накопительному, например, пенсионному страхованию. Если вы положили вклад, то именно по этим вкладам вы можете заявить вычет в размере 13%. Ну и кроме того, инвестиционный вид вычетов, наверное, можно получить, если мы делаем какие-то определенные инвестиции на финансовом рынке. Да, сумма там до 400 тысяч, то, что вы можете положить. И срок вклада не должно быть менее пяти лет. Это вот такое условие. Какой способ получения вычета лучше выбрать, спрашивают. Получать по итогам года, либо с заработной платой? Ну, каждый должен решить самостоятельно. Многие выбирают по итогу года. По итогу года можно заполнить налоговую декларацию. Она называется форма 3НДФЛ. Проще всего заполнить через личный кабинет налогоподельщика, как вы уже сказали, потому что там она уже предзаполнена. Ваши фио, паспортные данные, ИНН, там все уже забито. Вы выбираете, например, с покупки квартиры. Объект налогоподложения уже там будет в нашем личном кабинете. Прикладываете только документы с покупки квартиры, например, кредитный наговор. И обязательно нужны расписки и все платежные документы. То есть вы должны доказать свои расходы. Обычно некоторые забывают. Прикладывают только кредитный договор и считают на этом, что все. Расходы тоже нужно будет показать. И обязательно указываете налоговую декларацию, свои контактные телефоны. Потому что, когда инспектора проверяют, у него что-то не хватает, например, расписки. И он не может дозвониться до налогоподельщика и потребовать этот документ. Хорошо. Спрашивают, на какую сумму рассчитывать при возврате налога? Например, при покупке квартиры. При покупке квартиры вычет положен в размере 2 миллионов. То есть если квартира общая, совместная, то, соответственно, до собственника получается. То они имеют право оба на вычет в размере 2 миллионов. То есть и супруг получает с 2 миллионов 13%. И супруга тоже с 2 миллионов 13%. А также хотела обратить внимание, что вот этот наш срок, установленный до 2 мая, он не предусмотрен именно для получения налоговых вычетов. То есть все люди тоже стараются до 2 мая успеть подать на налоговый вычет. Этот срок именно касается чисто для декларирования доходов. По полученным доходам за 22 год. То есть для получения вычетов можно практически до конца года в любое время. Например, в текущем году граждане могут заявить имущественный вычет по расходам за 22 год, за 21 и за 20 год. То есть за 3 года предыдущих, соответственно. Спрашивают, вот если проверка документов занимает 3 месяца и еще полмесяца, как вы сказали, когда же вообще можно ожидать денег? Ну, вообще, как бы налоговый кодекс и предусмотрение месяца, но, как правило, если нет никаких ошибок при заполнении декларации и декларации заполнены через личный кабинет, корректно, да, без ошибок, то срок, конечно, сокращается. Как правило, это бывает в течение как бы одного месяца. Можно получить уже этот вычет. Когда подавать на вычет при покупке жилья в новостройке? По новостройкам? После получения акта приема передачи. Оно считается уже, что это ваша собственность. И небольшое дополнение, да, многие у нас спрашивают про остаток имущественного вычета, который они уже использовали. Когда вы направляете через личный кабинет налогоплательщика, предыдущая декларация, она там уже есть, и когда вы заполняете новую декларацию, она уже оттуда подтягивается. Вам не надо помнить эти суммы. И это очень удобно. Ну что же, я благодарю вас за очень интересную, я думаю, актуальную для всех нас информацию. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». И сегодня мы говорили о декларационной кампании 2022 года, а также о едином налоговом счете. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok